Одна из важных, ключевых, но непростых тем в нашем курсе это тема о темных сторонах лидерства и руководствах. О ошибках, которые, к сожалению, совершаются руководителями. И эта тема нами поднимается с такой положительной перспективы, как избежать ошибок в лидерстве, как извлечь урок от ошибок, допущенных другими, и, может быть, в прослушивании, проговаривании этой темы мы, может быть, вспомним о том, что и да, мы совершали какие-то ошибки. Но нам нужно учиться на них. Прежде всего, нужно смотреть, как выстраивать свою работу, свое служение, так, чтобы не допускать их. Почему многие лидеры, руководители уходят? И многие уходят со скандалом, с огорчениями. Как можно объяснить успех одних лидеров, руководителей, многолетней? И, в общем-то, положительную память, добрую память. В то же самое время, огорчение, как память о тех людях, которые ушли из жизни или оставили свое руководство и являются, ну, как бы, антигероями. А что спотыкаются руководители? Чего следует избегать в практике лидерства и руководства? Прочитав книгу «Духовное лидерство» Блакеби, эта книга написана в соавторстве сына и отца, я нашел интересную главу, где они смогли суммировать, наверняка, не все области проблемного поля лидерства и руководства. Они перечисляют, ну, вот таких 10 тем, и я возьму их в основу, чтобы мы могли поговорить на эту тему. 10 ошибок лидерства и руководства Гордость Сексуальный грех Цинизм Корыстная алчность Умственная лень Чрезмерная чувствительность к критике Духовный сон Пренебрежение семьей или друзьями Административный хаос И несвоевременная передача полномочий Вот эти 10 тем мы постараемся разобрать Гордость Действительность является Самым великим препятствием Для эффективности И руководства В руководстве и лидерстве Это причина для падения многих руководителей Гордыня может стать результатом Такой эгоистической жажды К ощущению собственной значимости Самовозвеличивания за счет других Гордыня приходит тогда, когда человек уже эффективный Когда он что-то достиг Есть определенные показатели Финансово-экономические Социальные Уже есть успех И есть признание Это все может привести к тому, что руководитель Может возгордиться В книге притчей 27 главе Мы читаем Во втором стихе такие слова Пусть хвалит тебя другой А не уста твои Чужой А не язык твой Ну у нас Часто происходит, что есть громаднейший Громаднейший недостаток Дефицит Когда человека Отмечают Где Замечают его достижения Ну и выражают Определенные слова Похвалы Чтоб человек не возгордился Хотя на самом-то деле Перехвалить человека сложно Но вот когда человек Начинает хвалить себя Вот здесь Кроется еще Большая опасность Понимаете По гордости своей Руководитель В какой-то мере Монополизирует За собой все Достижения Которые Произошли Во время его Руководства Он не воздает Должную Славу Богу Он также Не делится Славой С теми людьми С кем он работает Профессионалы Очень часто Уходят из компаний Потому что Не получают Должное признание Они ощущают Очень болезненно Тот факт Что Работали над проектом Сообща А премию получил Только лишь начальник Работали над проектом Долго И трудно И кто-то потрудился Очень Вообще-то Даже сверх Того Что От него Ожидали Ну так Не услышал Простого Слова Спасибо Хотя Не ожидал Каких-то Материальных Вознаграждений У руководителя Не всегда Есть возможность Выплатить Там Финансовую премию Но есть всегда Возможность Сказать Спасибо И смиренный Руководитель Главным образом Отмечает Вклад Других Выражает Радость В том Что Был лишь Только Соучастником Этого Дела Когда Апостол Павел Обращается К Коринфской Церкви Словами Кто Аполлос Кто Павел Он Комментирует Ситуацию Когда Кто-то Из Христианской Общины Начинает Хвалить И Возвеличивать Человека Дабы В какое-то Мремя И самому Почувствовать Определенную Значимость Апостол Павел Говорит Каждый Руководитель Не должен Воспринимать Себя Как Ну Такую Важную Единицу В глазах Бога Мы Вкладываем Свои силы Ресурсы Время Мы являемся Соучастниками Дела Но успех Приходит От него Вот Такое Отношение К делу Не ведет К тому Чтоб человек Мог Возгордиться А наоборот Человек Может остаться Смиренным Гордыня Препятствует Людям Совершенствоваться Делает Их Неспособными Учиться Нет Но мне Приходилось Видеть На лице Отношение К Семинару Обучающемуся К лекции Людей Опытных Которые Прежде чем Начался Занятие Семинар Тренинг Своим видом Показывали Ну что тут Люди Меня Могут Чему-то Научить Меня Опытного Человека Который Уже Многое Достиг Они Не ищут Совета Не допускают Что кто-то Может Обладать Лучшими Знаниями Или Умениями Их Отношение К окружающим Так Мы Сами Мол Не глупые Это Есть Проявление Гордости Вы знаете Гордыня Прослеживается Тогда Когда Человек Признает Авторитет И значимость И экспертизу Тех людей Кого он Не знает Потому что Это вот Зарубежные Специалисты Которых мы Никогда Не видели В глаза Мы их Уважаем Мы допускаем Себе Отнести Относиться К ним Как Ну К нашим Специалистам Которых Можно брать Пример Все остальные Которые Нас окружают И которых Мы не знаем Они Не обладают Той же Значимости Потому что Гордыня Не позволяет Допустить Что рядом Со мной Есть люди У которого Можно Чему-то Поучиться Гордость Руководителя Нашептывает Ему Что он Самодостаточен А Иисус Учит Своих Учеников Без меня Ничего Не можете Сделать А гордость Руководителя Заключается Я могу Это сам Мне не надо Никто Не надо Мне Ваш совет Мне не у кого Ничего спрашивать И в гордости Человек думает Что он Лучше Других Появляется Вера В самосовершенство Самоуверенность Один из Преподавателей И специалистов В области Лидерства Макс Депри Сформулировал Что люди Наиболее Уязвимы В той сфере В которой Они наиболее Компетентны Потому что Нет другого Человека Который Может мне Что-то Подсказать И вот Тогда Совершаются Ошибки Когда У Мастера Подмастерия Говорит Смотрите Смотрите Осторожно Молчи Когда Стажер Может быть Что-то Подсказывает Ну уже Умелому Специалисту То Гордость Мастера Не позволит Ему Обратить Внимание На совет Подсказку Мнение Получается Самодостаточность Это такой Тонкий Лед Если Человек Полагается Лишь Только На свой Разум На свои Силы То он Тем самым Ограничивает Потенциал Своей Эффективности К самому Себе Из-за Гордыни Он Становится Неэффективным Потому что Все силы Которыми Он обладает Это Только Его Лишь Силы Весь Творческий Потенциал Это Лишь Только Его Потенциал Все Перспективы Точки Зрения Это Лишь Только Его Перспективы Точки Зрения Гордость Приводит К Безразличию И Бесчувственности Вот Здесь Я хотел Прочитать Большой Отрывок Из Книги Порока Изекиля 34 Глава 10 Стихов Гордость Приводит К безразличию И Бесчувственности И Было Ко Мне Слово Господне Сын Человеческий Из реки Пророчества На Пастырей Израилевых Из реки Пророчества И Скажи Им Пастырем Так Говорит Господь Бог Горе Пастырем Израилевым Которые Пасли Себя Самих Не Стадо Ли Должны Пасти Пастыри Вы Ели Тук И Волной Одевались Откормленных Овец Заколали И Стада Не Пасли Слабых Не Укрепляли И Больной Овцы Не Врачевали И Пораненной Не Перевязывали И Угнанной Не Возвращали И Потерянной Не Искали А Правили Ими С Насилием И Жестокостью И Рассеялись Они Без Пастора И Рассеявшись Сделались Пищу Всякому Зверю Полевому Блуждают Овцы Мои По Всем Горам И Во Всякому Высокому Холму И По Всему Лицу Земли Рассеялись Овцы Мои И Никто Не Разведывает О них И Никто Не Ищет Их Поэтому Пастори Вы Слышите Слово Господня Живу Я Говорит Господь За то Что Овцы Мои Оставлены Были На Расхищение И Без Пасторя Сделались Овцы Моей Пищей Всякого Зверя Полевого И Пастори Мои Не Искали Овец Моих И Посли Пастори Самих Себя А Овец Моих Не Посли Зато Пастори Послушайте Слово Господня Я Так Говорит Господь Бог Вот Я На Пасторей И Взыщу Овец Моих От Руки Их И Не Дам Им Более Пасти Овец И Не Будут Более Пастори Пасти Самих Себя И И Исторгну Овец Моих Из Челюсти Их И Не Будут Они Пищей Их Гордость Руководителя Лидера Позволяет Ему Лишь Только Увидеть Собственные Трудности Собственные Какие-то Жизненные Обстоятельства И В общем-то В какой-то Мере Использовать Тех Людей Которые Вокруг Него Как Человеческий Ресурс Потому Что У него Есть Видение У него Есть Задачи Он Может Найти Даже Обоснования Очень Часто На основании Священного Писания И В какой-то Мере Люди Для него Вторичны Потому Что Первично Цель Которую Он Хочет Достичь Но Когда Так Происходит Тогда У Людей Нет Доверия Что Если Нет Заинтересованности В Людях А Лишь Только Заинтересованность В Цели У Них Нет Даже Доверие В Истинности И В Значимости Этой Цели Трудности Трудности И Проблемы Людей Это Помеха Организации Трудности И Проблемы Людей Кажется Часто Помеха Организации Забудьте О своих Трудностях Дома О своих Проблемах Не нужно Говорить У Нас Есть Дело Которое Нужно Совершать Но В принципе Руководитель Может Посмотреть На Потенциальную Возможность Вникнуть В Жизненное Положение Своих Людей В И Ситуацию Для Того Чтобы Посодействовать Им И Тогда Они С Новыми Силами И С Новым Каким Вдохновением Будут Участвовать В Общем Деле Черствость Руководителей Отталкивает Людей Не Только От Самого Руководителя Но Цементирует Их Желание И Способность Для Труда Или Служения Гордыня Ослабляет Руководителя Библия Учит Что Бог Гордым Противится Если Бог Противится Руководителю Из-за Его Гордыни Можно Ли Ожидать Что Его Руководство Будет Эффективным Потому Что Если Бог Не С Нами Тогда На чью Помощь Можно Рассчитывать Гордецам Противостоит Бог Это Очень Серьезное Предупреждение И Человек Должен Быть Внимательным К тому Чтобы Корень Гордости Не Произрастал Чтобы Быть Эффективным Нужно Иметь Сердце Смиренное Приглашаем Вас Принять Участие В глобальном Проекте По распространению Евангелия И расширению Библейского Образования От нас Зависит Будет ли Христианское Образование Доступно Поддержите Наш Проект Молитвой И Финансами О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Узнать На сайте www.tvseminary.com Второе Что можно отметить Среди проблемных Мест В лидерстве Руководстве Нужно указать На Проблему Сексуального Греха Это Может быть Причиной Для падения Руководства Я Хотел бы Не Рассматривать Какие-то Случаи Или Какие-то Ситуации Они Нам Известны Можно Говорить Лучше И стоит Говорить Лучше О том Как Избежать И Как Не Допустить Той Ситуации В которой Мы Оказались Бы Вобще-то Не На Высоте С Равственной Целомудренной Точки Зрения Во-первых Мудрые Руководители Признают Реальную Силу Сексуального Искушения И Они Признают Что Они С Этим Сталкиваются В своей Жизни Потому Что Если Человек Не Признается В этом Он И Не Будет Ничего Делать С Тем Чтобы Каким-то Образом Оградить Себя От Этого Искушения Мудрые Руководители Разрабатывают Какие-то Предупреждающие Мероприятия Ну Возможно Они Внедряют Подотчетность Они Ведут Открыто Разговор С теми Людьми Кому Доверяют Возможно Это Внутри Супружеской Пары Или С теми Друзьями Кому Они Действительности Могут Доверить И Вот Подотчетность Предполагает О том Что люди Говорят О Божьей Помощи И о том Как им Удавалось Справиться С теми Искушениями Которые Периодически Возникают Часто Руководители Учат О Недопустимости Сексуальной Развращенности Все Что им Остается Сделать Послушать Собственные Слова Прислушаться К собственному Совету Потому что Любой Руководитель Который Базирует Своё руководство На христианских Ценностях Он будет Об этом Говорить И учить Других Людей Ему Нужны Конспекты Свои Своих Лекций Проповедей Держать В поле Зрения Собственного Поля Зрения Эффективные Руководители Задумываются О последствии Сексуального Греха Для себя Для своей Семьи Для организации Они Развивают Какие-то Добрые Привычки Внедряют Элементы Такой Превентивных Мер Молятся О Божьей Охране Просят Других Молиться О себе Я В одном Офисе В христианской Организации Видел Ремонт Который Был Осуществлен Лишь Только Потому Что Руководитель Попросил Чтобы Его Офис Был Полностью На виду Всех Выставили Большие Окна В дверях Были Стекло Вот И Люди Как не работают Практически Они все У всех На виду И вопрос Заключается В том Что здесь Не для того Чтобы Не допустить Чего-то Но даже Для того Чтобы не допустить Молву О том Что вот Где-то Кто-то В закрытых Там Помещениях У них Нет просто Закрытых Помещений Ну и Конечно же Мы можем Творчески Всегда Подойти К тому Чтобы Найти Те пути Которые Могли бы Нам Помогать В том Чтобы Избегать Этих Серьезных И Часто Непоправимых Ошибок Третьей Ошибкой Или темным Местом Проблемным Полем Может Оказаться Цинизм Цинизм В убеждениях И поведениях Людей Цинизм В убеждениях Людей Когда Мы готовы Использовать Любые Средства Для достижения Цели Циничное Отношение Или Циничное Отношение К делу И к людям Когда Ты Уже Отчаялся Что-либо Изменить И Вообще-то Люди Говорят Ну Это Неисправимо Это Непоправимо Надежды Нет Такие Упаднические Настроения Но Это Все Из-за Того Что У нас Циничное Отношение В работе Лидеров И руководителей Предполагается Постоянный Контакт С людьми А Эти Люди Часто Выражают Критику Своё Несогласие И вот Соприкосновение С Несправедливыми Отношениями К себе К организации Выслушивание Необъективной Критики Приводит К тому Что Руководители Могут стать Циниками Они просто Не будут Вообще Прислушаться Какой-то Последующей Критике Доброму Может быть Слову Конструктивному Потому что Они настолько Наслышаны Всего Необъективного Что они Уже Не воспринимают Никакую Последующую Критику Или Замечание Предложения Корыстная Алчность Многие Считают Что Положение В организации Иерархическое Иерархическое Положение В организации В государстве В Обществе Всегда Должно Приносить Материальное Благо И в Общем-то И ожидание Иногда У людей Заключается В том Что Ну раз На мне Больша Ответственность То должен Я уж Как-то Использовать Служебное Положение Своё Для того Чтобы поправить Как бы Материальное Составляющее И детям Оставить И внукам Вот Предпринимательство На мой взгляд Очень Важная Вещь Потому что Предпринимательство Есть Творчество Большая Ответственность Взяться За дело Продумать Это Действительности Божий Дар Для тех Людей Которые Берут На себя Ответственность И которые Хотят Не только Обогатиться Но те Материальное Благо Которые Не создают Тот Капитал Направить На В общем-то Развитие Каких-то Проектов Улучшения Жизни Людей Но Становится Циничным Когда Предприниматель Видит Лишь Только Одну Цель На Вообще-то Беречь Его И Алчность Приводит К тому Что У многих Предпринимателей Появляются Враги Которые Тоже Используют В общем-то Подобный Подобное Направление Мысли И желают Устранить Конкурента Потому Что Алчность Закрывает Глаза На Многие Вопросы Преследование Финансовое Обогащение Ведет К Множественным Ошибкам Господь Бог Учит Что Человек Может На Таком Пути Приобресть Весь Мир Все Богатства Быть Очень Состоятельным Человеком Но Душе Повредит Потеряет Друзей Потеряет Уважение Потеряет Доверие И Очень Часто Люди Которые В своей Алчности Хотели Бы Ну В действительности Создать Серьезный Капитал Зарабатывает Этот Капитал Но При этом Они Теряют Своих Детей Своё Здоровье А Потом Резюмирует Зачем Мне Все Это Нужно Резюмирует Субтитры создавал DimaTorzok